Друзья, добрый вечер. Вот мы сидим с Раслим. И Раслим мне сегодня рассказала про людей без головы. Короче, кто-то и сказал, что вот в этом мангу, в которой там раньше жили призраки, люди без головы. Три человека видели людей без головы. Что тогда делать? Белую леди и еще Калфри. Я не знаю. Она говорит, что какой-то Калфри, но я не знаю, что это такое. Наверное, какое-то имя какого-то госпризрака или привидения. Ну хорошо, вот сейчас как раз вечер, то есть время привидений. И я хочу взять Раслим и отправиться к этому мангу и посмотреть, можем ли мы увидеть. Она говорит, что только филиппины, филиппинцы верят в это. Окей, давайте посмотрим видео, если я могу видеть этих людей без головы. Я не могу видеть видео. Вы можете прийти с мной? Окей, она согласилась, я удивлен. И вот она согласна пойти сейчас. Она согласна пойти сейчас и прямо проверить этих людей без головы. без лягушек. О, может быть лягушек. Но без лягушек я не могу видеть видео. Я вижу лягушку. Окей. Вот она увидела лягушку. А, видите, вот еще меня спрашивали, что это там такое, какие там живут. Вот видите, лягушка прыгает, прыгает. Хорошо. 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 Так что мы можем сделать? Один. 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 Может, вы нужны флешка? Вот она говорит, может быть, мы как-то заметим этих людей без головы. А, она говорит, давайте это сделаем, а позже быть... Вот. А, она говорит, наверх. Ну, вот я наверх направляю камеру, ну, не знаю. Короче, пока что мы не заметили. Идем домой. Идем домой. Идем домой. Вот так. Ну что ж, друзья, вот. Показал вам, во что верят. Она говорит, вот проведи, а потом посмотри, может быть, потом заметно будет на видео. Ну, вот провожу, и вы будете свидетелями. Если вы что-то увидите, где-то увидите людей без головы на этом видео, пожалуйста, сообщите мне. Может быть, я как-то пропущу, вот, а вы, может быть, заметите. Ну, все. На этом все. Всего хорошего. Был Алексибу. И вот, друзья, я хочу вам показать, как развивается. Видите, наконец-то, наконец-то, наконец-то я все жаловался, что сложно найти столяра здесь. И вот, видите, наконец-то я нашел, и, видите, делается, опять же, наконец-то эти ящики. Видите, они вот на магнитах здесь. Вон стоят магнитики. Раз, открыли, закрылись. И вот, в общем-то, достаточно нормально. Я очень-очень доволен, видите. То есть, опять же, наконец-то, готова комната для того, чтобы здесь жить. И вот будут установлены эти ящики. И, видите, верхние кабинеты, верхние шкафы уже есть внизу. И все, все остальное готово. Вот такая вам апдейт о том, что происходит сейчас. Своего рода такое возвращение к стройке некоторой. Давайте посмотрим еще. Некоторая вещь происходит на третьем этаже. Помните, я вам говорил, что я хочу поставить здесь крышу. Вот здесь крыша. И вот, наконец-то, похоже, пришло время. Видите, сегодня мы купили... Купили вот дерево. И вот здесь будут установлены такая деревянная крыша. Такая простейшая, самый простейший вариант, самый легкий. Не надо ничего сваривать. И так как мне уже не хочется начинать какую-то новую стройку, вы можете понять, я уже больше занят здесь другими вещами. Поэтому, видите, вот оно будет так поставлено. И вот такая будет, такая простейшая, самая простейшая такая крыша, какая у нас находится, стоит на стоянке там, где стоянка скутеров. Вот, видите, только сегодня здесь выбили вот эти такие углубления вон там-там. И будут установлены, видите, вбиты гвозди. Здесь будет поставлена такая опалубка со всех сторон. Залит цемент. И оно будет держаться, надеюсь. Видите, он говорит, что все будет в порядке, все будет... Окей, окей. Видите, до сюда будет цемент, все это сделано. Ну что ж, я не знаю, немножко оно так подозрительно, что оно будет, честно говоря. Может быть, нужно глубже, глубже. Может быть, нужно глубже, глубже. Это как бы, если это воздух. Потому что, знаете, это может быть просто пушить. Потому что это сильный воздух. Видите, я ему говорю сделать все-таки поглубже. Видите, потому что здесь, чтобы больше была связка. Ну, вот такие дела, друзья. Вот видите, возобновилась небольшая у нас стройка на... Я действительно считаю, что здесь совершенно необходимо установить крышу. Потому что, когда дождь, вся вода течет на второй этаж вот сюда. И здесь, помните, здесь прямо целое озеро было. Это было позавчера. Вот, и на самой квартире я очень доволен, очень доволен. Хороший столяр. Мне он нравится, без разговоров, спокойный, без всяких капризов. Спокойно делает, выполняет работу. Все установил. То, что мне хочется. Все поставлено. Вот такие, друзья, дела. Всего вам был Алексей Бух. Всего вам хорошего. До связи. И вот, друзья, прошел день. И давайте посмотрим результат. Сегодня столяр завершил работу. Вот, посмотрите. Инструменты. Вот, всякий мусор. И вот, посмотрите, результат. В общем-то, я очень доволен. Честно вам говорю, что мне повезло с этим столяром. И я доволен, как он работает. Посмотрите. Очень аккуратно все сделано. Вот этот ящички на магнитах. Вот они прямо прилипают. Видите? Вот полочки. Все, надо только завтра мы что сделаем? Завтра мы уже поставим варниш. То есть, пролакируем вот это дерево. Видите? А это на пружинных вот этих. То есть, они как сами закрываются. Вот. И все. Потому что завтра в обед уже приезжает первый человек, который забронировал. Мы расположили эту квартиру на букинге. И вот уже завтра первый человек из Греции приезжает. Поэтому нам нужно, видите, все здесь убрать. И завтра утром Раслин сказала. Она уже все уберет. Вот такие дела. Видите? Хорошая работа. Бывает хороший столяр. И спокоен. Такой. How old do you think Rami? Maybe 30 years old? Maybe 49 years old. 49? Ааа. Раслин говорит ему 49 лет. Ну, по-моему, он на 30 лет выглядит. И он так аккуратно все сделал. Все спокойненько, без всяких проблем. Так что, я очень доволен. Не создавал проблемы. Просто сделал. И, видите, я доволен вот таким результатом. Все вам хорошего. Был Алексей Бул. До связи. И, друзья, вот была сделана крыша. Хочу вам показать, как она выглядит. Вот отсюда. Обратите внимание. Вот видите, раньше здесь был. То есть, просто все лилось. Когда дождь. И давайте посмотрим завершение работы. Посмотрим, как это выглядит. Вот я поднимаюсь на третий этаж. Вот уже по-другому. Я не думаю, что оно сделано здесь в точности. На все сто процентов. Видите? Вот это убрано. Вот так. Видите? Вот это надо убрать здесь. То есть, сейчас не буду заниматься. Вот просто деревянные такие на дереве. Вот. И такая самая простейшая крыша. Сверху она покрашена. Вот я вам покажу ее наверху. И вот такая самая простейшая. Но, в принципе, 90 процентов проблемы она решит. Потому что, конечно, если сильный ветер, дождь будет заливать сюда. Но, если дождь, ветра нету. То есть, оно, допустим, решит где-то 90 процентов. Вот эти вещи, вот эти проемы надо бы закрыть, конечно, со временем. Но, чтобы... Давайте вот это... Махогани дерево тоже положу так, чтобы оно не мокло явно. Потому что от дождя они... От дождя они... Вот. Но, все-таки, значительно, может быть, процентов 15 дождя будет попадать. Все-таки из-за ветра. Но, в остальном... В остальном все решено. И, в общем-то, так нормально. Я думал, конечно, покрасить это. Но, этот парень, похоже, пропал. Что-то он не появляется несколько дней. Хотя, я ему сказал, приходи, хочу покрасить вот это. Чтоб оно было, допустим, красный свет. Вот, как вот здесь. Чтоб оно... И вот эти вещи надо покрасить. Все заделать. То есть, какое-то окончание. Но, эти вещи могут ждать. Они не являются срочностью. Потому что, это дерево, видите, оно все закрыто. Если дерево здесь намокает, то оно быстро, ну, как бы, стареет, что ли. Гниет. Гниет дерево. А если оно закрыто, то это, может быть, оно десятилетие, может быть, 15 лет будет держаться. Вот такие дела, друзья. То есть, значительная часть сделана. Такое. Не полностью, не на 100%. Но, конечно же, здесь уже совсем другое дело. На балконе второго этажа можно сидеть. И если не особо сильный дождь, то все в порядке. Здесь будет достаточно сухо. Вот такие дела. Хоть этим хотел с вами поделиться. Всего хорошего. До связи. ПарьALI. Парьеры. Продолжение следует...